Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях председатель комитета по вопросам строительства архитектуры ЖКХ и энергетики Московской областной думы Игорь Валерьевич Кахан. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здравствуйте, Николай. Ну, время сейчас такое боевое у депутатов, потому что в этом году выборы, и неожиданно как-то «Единая Россия» в этом выборном цикле, как говорят, решила активизироваться по теме предварительного голосования. Все что-то об этом говорят, правда, есть четкое ощущение, что сами избиратели не все понимают, как это работает и зачем это нужно. Николай, я скажу, что «Единая Россия» уже не первый год проводит предварительное голосование, и надо сказать, что это единственная политическая партия, которая позволяет жителям определиться с теми кандидатами, которые пойдут на основные выборы, как раз путем предварительного голосования. Поэтому это уже не первый год, и практика уже сложившаяся, и она себя зарекомендовала, потому что это самая многочисленная партия, и если люди будут понимать, кто от партии пойдет кандидатом на основные выборы, я думаю, это очень даже правильно. Но в этом году как-то особо, да. По-другому, почему? Потому что дали людям больше возможностей, и ввиду того, что избирательные участки, хотя и будут открыты у нас 30 мая, но их открыто меньше, чем на основных выборах, поэтому где-то не будет шаговой доступности. Поэтому в этом году решили дать возможность людям проголосовать в электронной форме. При этом сайты очень защищены. Для того, чтобы проголосовать, всего лишь надо зарегистрироваться на PG, или если на английском, там PG, да, чтобы люди понимали, они по-русски набирали PG.ER.ru. Этот сайт перекидывают на госуслуги, и через госуслуги проходят. Ну, чтобы идентифицировать пользователя, да, 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 и поэтому тема защищенная, и я скажу, что за два дня уже достаточно хорошо себя показало. Я просто знаю средств не за всю неделю, а за понедельник-вторник, да, то есть в области проголосовало более 100 тысяч выборщиков. Неделя выбрана для того, чтобы дать возможность людям определиться, прочитать про каждого, да, узнать какую-то информацию. Ну, Николай, на самом деле не так. На самом деле, конечно, те, кто участники предварительного голосования, должны работать до этой последней недели. А это понятно, да. Неделя дана именно для голосования, то есть из них шесть дней электронных, один... Ну, хорошо, если я сегодня, например, вдруг вот узнал из нашей программы, может быть такой случай, да? Конечно, да. И хочу, вот, да, мне понравилась идея, дайте-ка я посмотрю, что там за люди есть, можно там найти, да? Конечно, вся информация о всех участниках на сайте представлена как на выборах, только вы можете посмотреть в компьютере. А в воскресенье вы можете посмотреть на избирательном участке, это именно как происходит все в день голосования основных и на основных выборах. И победители этих предварительных выборов фактически идут уже... Кандидаты в депутаты на основных выборах, которые состоятся у нас с 19 сентября текущего года. Выборы будут... То есть все серьезно? Как в Государственную Думу, так и в Московскую областную Думу. Хорошо. Я думаю, что все равно мы, наверное, еще вернемся к этой теме. Давайте будем погружаться уже непосредственно в депутатскую работу, потому что у вас комитет, который включает в себя вот что ни назови, строительство, ЖКХ, энергетик и даже архитектура. Каждый, да, имеет такой вес в обществе и, ну, важный, потому что много вопросов. Одно ЖКХ чего стоит? Как сейчас... Самое большое количество обращений. Понятно, да. Слово ЖКХ как-то сразу все вздрагивают. Причем как с той стороны, так и с другой стороны. На сегодняшний день, вот до 19 сентября остается какое-то время. Уже, наверное, даже внутренне все депутаты, которые сейчас работают, подводят какие-то итоги. Что удалось сделать? Минус вот этот, а может быть и плюс в какой-то степени, да, год пандемии, потому что, как ни странно, открылись новые возможности. Ну, вот для себя вы, как председатель комитета, на сегодняшний день, какой бы вот предварительный, может быть, итог подвели, что удалось сделать, а что, может быть, не удалось сделать? И что делается сейчас, вот в эти минуты? Ну, Николай, наверное, что удалось сделать, я не сильно буду заострять на это внимание, потому что мы с вами в феврале, я фактически осчитывался перед избирателями. Поэтому я скажу так, вот чем на сегодняшний день, что касается не как депутата, а как именно председателя комитета, да, что на сегодняшний день происходит, и за что мы отвечаем, ну, естественно, это законы, которые в Московской области, и федеральные законы, они тоже поступают в Московскую областную думу на поддерживаем мы его или не поддерживаем, вот, по теме как раз-таки строительства, архитектуры, ЖКХ, энергетики, все федеральные законы проходят через нас, комитет. То есть вы можете что-то не поддержать? Да, не поддержать, конечно. Бывало такое? Абсолютно, конечно, у нас, ну, примерно на каждой думе процент разный, но процентов, наверное, от 30 до 40 законам не поддерживается. В Московской областной думе это как раз-таки предлагает комитет, рассматриваются законы на профильном комитете, к которому они относятся, и, соответственно, решение комитета, предлагается для Московской областной думы, комитет предлагает поддержать или не поддержать. Голосуем мы списком, как правило, ну, депутаты, так как в комитетах присутствуют, вернее, члены комитета, а также представители разных фракций, поэтому тут недоумений быть не может, потому что любой член комитета, если он, скажем, член партии КПРФ, или, как у меня представлен, и КПРФ, у меня и ЛДПР в комитете, да, ну, и Единая Россия. Естественно, любое решение комитета, оно гласное для всех фракций, поэтому и, соответственно, и доверие возникает со стороны фракций, поэтому и голосуем. Списком бывает раздельное голосование, но это если идет федеральная повестка, то есть от какой-то партии, то есть поддержать или не поддержать тот или иной законопроект федеральный, да. Что касается законов Московской области, естественно, законы Московской области, которые регулируют как архитектуру, так и строительство ЖКХ энергетики, также рассматриваются нашим комитетом. Мы сами пишем законы, либо пишет законы, вносит их губернатор, мы их рассматриваем вместе с правительством Московской области. Если мы сами пишем, мы также направляем в правительство Московской области для согласования, для согласованной позиции, и после этого законопроекты выносятся на заседание пленарной Московской областной думы. Ну и вот как вы сейчас можете сказать, хоть вы не хотите вспоминать, хотя передача была давно, а мне кажется, что депутаты, наоборот, как бы нужно говорить, то-то, то-то, то-то сделано. Давайте тогда по-другому сформулирую. Чем сегодня занимается комитет? Какие сегодня основные задачи, когда вот неожиданно настало лето? Вот так вот, я тогда, спасибо, что Николай, вы застряете. И дальше этот момент, потому что помимо законов есть еще и другое, чем заниматься. Потому что если основной закон все-таки, будь то федерация российская, либо субъект российской федерации, либо муниципального образования, это все-таки бюджет. Да, наше все. Наше все, да. Любой бюджет, он строится на основании программ. То ли это федеральные нацпроекты, то ли это региональные государственные программы, и муниципальные, это также может быть софинансирование как национальных проектов, так и государственных программ, так и, соответственно, муниципальное софинансирование, либо непосредственно муниципальная программа без софинансирования области и Российской Федерации. Поэтому, соответственно, чтобы, естественно, все профильные программы проходят через профильные комитеты. То есть, если это идет, скажем, программа жилища, она имеет отношение у нас к Министерству жилищной политики, с которым мы работаем в тесной связке. Или, скажем, передача там полномочий, или по рассмотрению генеральных планов и так дальше. То есть, то, что относится к архитектуре, естественно, тоже проходит через наш комитет. Поэтому для того, чтобы понимать, как работают эти программы и сколько надо на эту программу денег, для этого надо, прежде всего, их контролировать. Тогда ты начинаешь их понимать. Те расходования денежных средств и понимаешь необходимость в этих денежных средствах. Много, мало или надо перераспределить. Поэтому вторая задача, вот очень серьезная, это как раз-таки контроль государственных программ, которые находятся для контроля в ведении нашего комитета. Это, ну, скажем, все, где те министерства, с которыми мы взаимодействуем. Их пять основных. Это и Министерство строительства в Московской области, одно я уже назвал, Министерство жилищной политики в Московской области, и Министерство благоустройства в Московской области. Ну, все по вот этим пунктам вашим, да. Министерство ЖКХ, и Министерство энергетики. Везде, где они являются главным распорядителем бюджетных средств, все мы контролируем. То есть, и фактически, ну, действительно, комитет очень серьезный, поэтому мы контролируем. Ну, скажем, если строится школа, это Минобор, конечно, Минобразование там тоже присутствует, но, что касается начинки школы, тоже... Ну, кто строит прессы, да. Нет, вот кто строит, это уже второй момент. Тоже так. Да, то есть, они принимают участие там в начинке, рассматривают тоже проектные решения, но главный распорядитель бюджетных средств все-таки Министерство строительства в Московской области. И пока школа не построена, она находится, это программа в ведении, и на контроле у нашего профильного комитета. Вот когда она построена, то есть уже, как уже функционирует школа, это уже комитет, который ведает вопросами образования. Ну, это такая серьезная работа. Мы, по-моему, в прошлый раз тоже обсуждали, что так много на ваш комитет, наверное, у вас там очень солидный костяк работает, я так понимаю, подтянуть все эти вопросы. И это же речь идет о Московской областной думе, значит, там работают депутаты, представители самых разных регионов, которые входят в Московскую область. Районов, округов, теперь уже округов. Ну, я по-богатому регионов, да. Московская область большая, поэтому можно сказать... Регионов, да. Вот. Вы с комитетом сейчас, подходя вот к этому сентябрю, чувствуете, что получилось? Ну, то есть можно сказать, что по большому счету, ну, знаете, когда у депутатов уже тоже наступает момент какой-то отчетности, наказы, да, потом... Николай, я понял вопрос, я сразу отвечу. Мы буквально даже сегодня это с коллегами обсуждали, вот, и вчера обсуждали, и сегодня обсуждали с моими коллегами, как раз таки депутатами, членами комитета. Я вам скажу, что за последние четыре с половиной года и Московской областной думе путем и принятия законов, и поддерживания той или иной политики по госпрограммам, и так, как они развивались в тесном взаимодействии с правительством, мы решили вот столько, сколько, по-моему, до нас за лет 15. Они решили вот так много, реально, потому что, вот, смотрите, за это время даже в ведении моего комитета, садики, школы строятся продолжали, и продолжали нарастающими темпами, их становится больше, да, действительно, с учетом там демографии, мы в них и по сей день нуждаемся, и будем строить. Вот, что касается, скажем, за время нашего пребывания в Московской областной думе, как раз широко шагнула по стране и, в частности, по Московской области программа «Комфортная городская среда». Кстати говоря, по партийной линии еще являюсь региональным координатором федерального партийного проекта «Городская среда». Ну, вот я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и продолжим вот этот список, и еще узнаем о том, какие вот сейчас задачи конкретно стоят, может, что-то новое сообщите нашим зрителям, потому что, ну, лето, осень наступает, осень, конечно, будет депутатская, но, естественно, мы, наверное, еще раз вспомним о том, что идет вот это предварительное голосование, и каких вы хотели бы людей, чтобы они, возможно, пришли на самые разные, различные депутатские уровни. Это же важный такой вопрос, потому что, наверное, новые люди тоже нужны в каких-то вопросах. Сейчас сделаем небольшую паузу. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня здесь у нас депутат Московской областной думы, председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Валерьевич Каханный. Напомню вам, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Игорь Валерьевич Каханный, председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики, а также просто депутат Московской областной думы, человек, который, как мы теперь выяснили, не только входит в группу, но и руководит группой, которая, в общем-то, руководит вот этим вот страшным словом бюджет, страшным с точки зрения, что и сюда нужно, и сюда нужно, и вот туда, а туда обязательно нужно, а отсюда же тоже не заберешь. Вот продолжим перечисление, что вы сказали, что сделано больше, чем за какие-то прошлые периоды. Кстати, за счет чего сделано? Это команда собралась или как-то? И команда, и с учетом того, что все-таки посредством грамотного, я считаю, руководства Московской области, это и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, и правительство Московской области, которые тоже с каждым годом бюджет становится больше, но мы не считаем все-таки 20-й год, всех подкосила пандемия, и из-за чего пришлось перераспределять также финансовые средства, больше направлять на здравоохранение, это и на строительство госпиталей и больниц, и на их оснащение. Но если вот мы не берем пандемийный год, потому что кризисы приходят и уходят, и я очень тоже надеюсь, что с учетом вакцинации пандемия тоже уйдет в небытие, и мы восстановимся, то в принципе всегда бюджет прирастал, прирастал, и это позволяло решать массу проблем. Кроме того, на федеральном уровне, ведь про комфортную городскую среду первый раз сказал, я помню, это послание Владимира Владимировича Путина, президента России, федеральному собранию, которое, если мне не изменяет память, было именно 1 декабря 2016 года, когда он сказал о том, что надо благоустраивать наши города, районы, субъекты и так дальше. Причем он тогда однозначно сказал, очень резко прозвучало, про связь с людьми, он резко достаточно сказал, что чиновники, хватит вам сидеть по кабинетам, выходите к людям и общайтесь, они лучше знают, что им надо. И 2017 года как раз была сформирована государственная программа комфортная городская среда, где партия «Единая Россия» взяла именно работу с людьми, поставила на определенный уровень, чтобы власти не забывали, не сами решали, проводили общественное обсуждение той или иной проблемы, надо или не надо, и что надо конкретно. И вот как раз таки я и являюсь региональным координатором комфортной городской среды. Но об области, вернее, городская среда называется партийного проекта федерального. Об области это второй момент, и все-таки я на Люберецком районном телевидении, не на 360, поэтому я скажу тоже, что можно два раза зайти в компьютер или не выходить из него, потому что помимо предварительного голосования у нас заканчивается голосование за общественные пространства, и заканчивается оно также вот в воскресенье. Поэтому осталось каких-то пару дней, а у нас даже в городском округе Люберцы на сайте размещены, и мы очень хотим, чтобы нам, Российская Федерация, областной бюджет выделили деньги, аж 8, ой, вернее, 12 общественных пространств. Вот, причем достаточно серьезно. Общественное пространство, может быть, не все сейчас еще знают. Ну, общественное пространство, вот Люберецкий парк, общественное пространство, Малаховское озеро, общественное пространство. Вот, кстати, про Малаховское озеро, сколько было предрассудков? Когда будет плохо, что-то вырубят, знаете, я там недалеко живу, и часто там бывает. То есть вы заинтересованный человек? Я не просто заинтересованный, я могу даже сказать анализ. Я раньше выходил туда гулять с собакой до благоустройства, Вот собака, я туда уже гулять не хожу, но я радуюсь, потому что парк настолько стал востребован. Очень много людей, очень много детей, очень много и велосипедистов сделаны, и велодорожки, и пляж приведен в порядок, сделаны и волейбольные площадки, освещение даже на них. Вот у нас один из, кстати, 12 таких проектов на сайте Кореневский карьер. Там проходят у нас и соревнования по водным видам спорта, но почему бы не благоустроить, может, еще лучше, чем Малаховское озеро? Ведь это действительно не только, я считаю, жемчужины Люберецкого городского округа, это жемчужины, в принципе, Московской области. Поэтому это же прекрасно. Вот это называется общественное пространство. Люди это видят, они это видят, они понимают и ощущают, потому что мы же помним в 90-е те же времена, когда вообще никто не обращал внимания, комфортно. Поэтому, Николай, я все-таки обращусь к зрителям, уважаемые зрители, вот помимо предварительного голосования, есть еще голосование, которое проходит на сайте за.горсреда.ру, где Люберецкий городской округ позиционирует 12 общественных пространств, которые были после общественных обсуждений именно с вами. Проголосуйте, пожалуйста, нам нужны и вам, и нам нужны наши голоса, чтобы был результат. А вы уже проголосовали? Конечно. Конечно, понятно, хорошо. Тогда идем дальше и все-таки возвращаемся. Скажите, пожалуйста, вы спрашиваете, где проголосовался? За горсреда? И там, и там. Нет, по предварительному голосованию я не жду, я приеду на избирательный участок. Во-первых, мне в любом случае, в четверг, вернее, в воскресенье я буду проезжать избирательные участки, буду смотреть, как организовано, как проходит дни для нарушений и так дальше. И, естественно, в это время и я, и моя семья, мы проголосуем. Вот за одно слово ухвачусь. Нарушения. Ну, понятно, что предварительное голосование проводит партия. Ну, какие же могут быть нарушения, если все среди своих? Нет, все среди своих. Нарушения могут быть, ну, я не знаю, какого характера, вплоть до безопасности и так дальше. Поэтому будем смотреть, насколько все организовано. Хорошо. А могут, вот, мы же понимаем с вами, что очень часто работает некий административный ресурс. У партии тоже есть свой административный, у любой партии есть свой персональный ресурс. Есть, например, мы предлагаем предварительное голосование. Но мы же все равно можем сделать так, что Иван Иванович выиграет, а не какой-нибудь Петр Петрович, который... Нет, никак не сделаешь. Почему? Ну, я расскажу с учетом электронного голосования, все считают машины. Все, люди не считают, все считают машины. Ну, и то есть, те все цифры... Они абсолютно прозрачны, конечно. Конечно. И партия заинтересована в прозрачности этих цифр, чтобы в результате от партии шли те люди достойные, которых определили выборщики именно с учетом предварительного голосования. Ну, а что будет с теми людьми, а их тоже, кстати, много, и которые уже поработали, и тоже, которые выдвигались, которые не пройдут? Они войдут в какой-то, ну, не знаю, фонд партийный, который будет... не будут кандидатами, например, но будут работать как-то в партии? Ну, смотрите, вот по прошлым выборам я шел, ну, вот у нас Дмитрий Дениско, он шел по одномандатному округу, и, кстати говоря, нашему округу повезло, потому что очень мало округов, которые представлены в Московской областной думе двумя депутатами. Да, а у нас еще на прошлых выборах очень был хороший процент за партию «Единая Россия», поэтому у нас и получилось два депутата, потому что я шел по спискам партии, и это так называемые территориальные группы. Их три, вот три лучших по спискам претендентов или участников, которые наберут максимум голосов, идут в эту территориальную группу. Вот у меня, кстати, в прошлый раз один из участников, который также набрал достаточное количество голосов, вошел в территориальную группу, был Петр Ульянов, это наш председатель общественной палаты. Так вот, помимо того, что он председатель общественной палаты, он первый мой референт-помощник. И мы все эти годы работаем всем очень тесно, и я даже очень рад, что с учетом его и должности второй как руководителя общественной палаты, здесь тоже я очень много подчеркиваю информации, которая мне нужна для работы депутата. О работе депутата. Вот вы работаете уже долго. Меняются как-то жалобы, какие-то просьбы? Что сейчас, какие к вам приходят наказы или просьбы от избирателей? С чем вы сталкиваетесь? Где у нас еще недоработано? Вы знаете, ну вот как только что-то в государстве меняется, есть некий спрос на вот эту информацию людей или недовольство людей. Вот, ну скажем, пошла мусорная реформа. Да, было. Естественно, вопросы по мусору появились. Это надо человека с квадратного метра и так дальше. И почему работа рекоператоров, да, насколько хорошо или плохо вывозят. И тоже любая затея, она все равно должна пройти некую отшлифовку, отработку. Вот на сегодняшний день, слава богу, ситуацию выправили. А вначале было очень много недовольства, да, или... Ну вот началось благоустройство. Сначала люди, ну благоустрою по старинке, благоустрают и благоустрают. Ну, что, ну, голосуют и голосуют. Ну, не проголосовала, не проголосовала. Все равно там кто-то что-то решит. А нет, вот, кстати говоря, после того, как люди поняли, что вот общественное пространство, я сказал, сайт загорсреда.ру, то потом пойдет, в среду, уже в июне, стартанет голосование за дворовые территории. А за дворовые территории как раз-таки голосуются на нашем портале областном, на портале Добродел. Вот. И когда люди поняли, что ага, а почему там стоит-то у нас здесь стоит? Да потому что они проголосовали массово. А вы нет. Они собрались и проголосовали массово. Поэтому у них есть спортивная площадка или детская площадка, у вас до сих пор нет. Вот. И сразу начинаются уже такие вопросы. А почему, как проголосовать? Или, а почему с нами не обсудили, что? Вот. И когда есть такие вопросы, это уже моя работа с администрацией. То есть, если администрация недостаточно мобильна в теме взаимоотношения с жителями, естественно, мы беседуем, мы поправляем, мы выходим к жителям, мы рассказываем, что будет, как будет. Где-то в спорах рождается истина, но тем не менее, в результате житель всегда прав, он доволен, когда найден на встрече консенсус, когда понимает элементную базу, и все идут одним фронтом. На этих же встречах, что касается и партийной составляющей, мы однозначно организуем группы общественного контроля. То есть, и начало работ, и во время производства, и, соответственно, во время приемки таких работ в эксплуатации. Ну и финальный вопрос, он будет очень простой. Мало времени вы меняет, вели, да? Ну, я надеюсь, что мы еще увидимся. Увидимся, конечно. Мы еще увидимся. А вот те новые люди, которые сейчас могут прийти, пополнить ряды партий, или они могут быть беспартийными, а потом станут партийными. Вот как вы считаете, опытнейший человек, какие основные качества должны быть у депутата сегодня? Кто может быть депутатом? Депутатом должен быть прежде всего человек неравнодушный к ближнему, потому что ему приходится и не приходится он по статусу работать с ближним, с теми людьми, с которыми он живет, работает и так дальше. Поэтому это должен быть неравнодушный человек к любым проблемам. Потому что еще одна связи от депутата, это приемы населения, где вот мы уже поговорили, с чем люди приходят. Совсем приходят, да? Начиная там от какой-то жилищной проблемы, что непонятно с кем живешь, что соседи портят жизнь. При этом другой человек приходит, что у меня задвоение платежки или еще что-то, там работа МОСОБЛ ЕРСИ, там управляющих организаций, начисления там за жилищно-коммунальные услуги. Вплоть до материальной помощи, это понятно, есть категория людей, которым она положена. И так дальше, все возможные проблемы. Поэтому депутат это неравнодушный человек, который постоянно хочет помочь ближнему. Это первое, да. Второе, конечно, любой депутат это работа в комитетах. Чем больше будет профессионалов, тем на более профессиональный уровень будет поставлена работа комитета. Ну, прекрасно, будем на это надеяться. Игорь Валерьевич Каханы, представитель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ, энергетики. Ждем вас, я понимаю, еще придет время, потому что время сейчас выборов. Будут другие партии бороться за своих депутатов. Время интересное и полезное для всех нас. И я еще раз попрошу, все-таки остается пару дней, можно проголосовать как электронно на pg.er.ru, так и в воскресенье вы участковых комиссиях на избирательных участках. Мы очень ждем, каждый голос для нас очень ценен и важен. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!